Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и в этом ролике мы поговорим о замечательной рекламе поправок в Конституцию. Реклама, правда, замечательная. Дети, ветераны, шахтеры, даже щеночки. Вот у вас кто больше умиления вызывает? One, two, three. Каждый раз, когда я натыкался на просторах интернета, или у себя на кухне, на пафосный спич ура-патриота, у меня всегда появлялся ряд вопросов, так как красивые фразы не очень сочетались с реальной жизнью. Но зато теперь я, наконец-таки, получил все ответы. Даже больше, чем хотел. Пока интернет активно обсуждал просто гениальный ролик о геях и детском доме... Где моя мама? Так вот она, твоя новая мама. Я, честно говоря, в принципе удивился, что кто-то ожидал чего-то другого. Меня гораздо больше заинтересовали прекрасные билборды, появившиеся на улицах российских городов. Так как в данном случае создатели подошли гораздо аккуратнее и проявили настоящую грамотность. Вот только самые замечательные. Нужно ли уважать человека труда? Да, безусловно. И если новая конституция за это, то это просто великолепно. Только возникает вопрос, а почему до этих изменений уважение как-то не особо ощущалось? Повышение пенсионного возраста это уважение к работающему человеку или нет? Ну, типа, работай пока не сдохнешь. Пока работаешь, государство тебя уважает. Логично. А, это просто конституция чиновникам всех мастей и калибров мешала человека труда уважать. Теперь понятно. Несказанно радует, что буквально за два года в нашем обществе выросло новое поколение понимающих и сознательных граждан. А взрослые россияне явно активно занимались юридическим самообразованием. Судите сами. 2018 год, повышение пенсионного возраста и вполне логичный вопрос. А почему никто не спрашивает мнение народа? Ну, вы понимаете, тут все так сложно, непонятные термины и вообще очень серьезный вопрос. 2020 год, выкатываем все изменения в конституцию с копом. Все все поймут. И многие реально понимают. Нет, ну если вести диалог в таком ключе... Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Ответьте, пожалуйста, в комментариях на вопрос одним словом. Да или нет? Ты любишь маму? А папу? Бабушку любишь? А щеночка-самоеда? Джина не завидует и все равно самая милая. Хочешь мир во всем мире? Огромную зарплату? Ты поддерживаешь живодеров? Ты за полицейский произвол? Нет? Ты не любишь маму? Да? А, то есть ты за живодеров. Получается прикольная ситуация. Если ты выступаешь против какого-нибудь пункта, ну, не знаю, что-нибудь связанное с президентом, просто с потолка возьму, то ты автоматически против семейных ценностей, территориальной целостности, русского языка и даже животных. Неожиданно, правда? И надо понимать, что когда какой-нибудь Саша заявит своей бабуле, что он будет голосовать против, она услышит только то, что ее внук хочет отдать родину на растяжение врагам. Потому что за что мы голосуем? За очередной срок президента? Где эти баннеры? Не, мы за ветеранов, семью и пенсии. А ты против. Позорище. Семья – это хорошо? Хорошо. Дети важны? Безусловно. Значит, что? Голосуем за поправки. Или ты против счастливого будущего для детей? И знаете, когда используют такие образы, даже рассуждать как-то тяжело. В любом случае окажешься крайним. Опять возникает тот же самый вопрос. А как же мы до этого жили? У нас при семейной ценности не с каждого утюга вещают? Или реально что-то в политической жизни современной России? Вне интернет-пространства. Это важное уточнение. Наталкивает на мысль, что не поменяй конституцию и все? Реальность из рекламного ролика? Так вот она. Простите. Как нам сказали, это не агитация, это информирование. Злые геи врываются в детские дома и всех мальчиков одевают в платье. У меня, конечно, детей нет, но я не хочу, чтобы меня кто-то в платье одевал. Кто знает, вдруг они на детях не остановятся. В нашей стране в рамках нынешней конституции что, представители ЛГБТ активно детей из детских домов забирают? А, нет. Наверное, еще чуть-чуть и правительство бы однополые браки легализовало. В России правительство. Наше. Мы же так опасно приблизились к родителю один и родителю два. Господи, а мы не знали, что на грани катастрофы находимся. И опять ребенок с цветочком. Я вообще не уверен, что использовать детей в подобных целях – правильное решение. Нет, именно как метод воздействия замечательно. Работает просто на ура. Радует, что теперь-то ветераны наконец-то заживут. А то прежняя конституция же так сильно мешала. Вот я обеими руками за. 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Вагаршак Хачтырян больше 10 лет пытается добиться от московских властей улучшения жилищных условий. Однако столичные чиновники настаивают, что условия жизни Вагаршака человеческие, да и жилплощадь у него на 40 квадратных сантиметров больше, чем полагается по закону. Поэтому в своей квартире он, по их логике, не нуждается. Ветеран вынужден ютиться на раскладном диване в крохотной кухне однокомнатной квартиры, где живут его дочь, внучка и правнучка. Почему такие ситуации происходили, мне никогда не было понятно. Теперь хоть разобрался, московским чиновникам конституция мешала. Вообще, если посмотреть на все эти билборды, ну и плюс к этому еще, к примеру, и телевизор включить, создается стойкое ощущение, что апокалипсис грядет. Семья, ветераны, целостность России, русский язык. Правда, Александр Сергеевич? Наверное, именно с целью защиты. Слово кофе среднего рода стало. Все под угрозой, кругом враги, и только новая конституция сможет нас защитить. Дай бог, хочется верить. Мне только непонятно, а если реально все так плохо, что же ее раньше не меняли? Японцы давно о курилах мечтают, полуи голые мужики на парадах уже несколько десятилетий вытанцовывают на Западе. А почему именно сейчас решили голосование устроить? Непонятно. Враги России в последнее время про обнуление сроков верещат. Но камон, вы такие билборды видели? Вот, я нет. Детей, шахтеров, собачку видел. Обнуление не видел. Вот поэтому вы враги, а мы с Александром Сергеевичем за память русский язык. Русский язык санстоповым. Кстати, о собачках. Один из политиков заявил, что если бы поправки были приняты раньше, то хабаровских живодерок, помните таких? Скорее всего, не существовало бы. Ну, точнее их поступка. А то звучит как-то крипово. Так как им просто в школе бы объяснили, что к животным нужно бережно относиться. Слушайте, ну если это все реально будет именно так работать, то это просто замечательно. Правда, у нас и до поправок была целая масса законов, которая, по большому счету, регулировала практически все, о чем сказано на билбордах. Но то законы, кто же их выполнять-то будет, тут-то совсем другое дело. Искренне радует, что мы сумели дожить до голосования. Какое сегодня число? Ну, практически. Потому что создается впечатление, что нынешняя конституция запрещала нам иметь хорошую медицину, образование и планомерно уничтожала русский язык. Но мы, тем не менее, дотянули. С чем я вас и поздравляю. Двумя третями, тремя четвертями и двумя третями принято уже этот закон, приняты эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом не остановился, и его политическое воле и желание услышать в данном случае непредусмотренное нынешней действующей конституцией мнение народа дополнительно. Непредусмотренное нынешней конституцией мнение народа. Сильно сказано. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, обязательно поддержите этот ролик лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Отдельное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.